Привет всем! Я в последнее время закопалась в такой интересный вопрос буддизм и сексуальность. По разным причинам, в основном, конечно, интересно. И наиболее интересным в данной сфере, мне кажется, вопрос отношения буддизма к ЛГБТ. Потому что в среде буддистских философов принято указывать, что буддизм является такой особенно ЛГБТ-френдли религией. Ну и это, конечно, видно невооруженным взглядом. Это, я думаю, замечает любой человек, который более-менее закопался в эту тему, посещает буддистские ресурсы, например. Там, потому что отношения варьируются от такого активно-позитивного до наиболее консервативных. Это может просто быть полным молчанием. С одной стороны, мы вроде как и не призываем всех выходить на гей-парад, но с другой стороны, никаких хейт-спичей и даже объяснений, почему это плохо. Ничего. И в среде буддистов, кстати, распространилось даже такое мнение, ну, может, оно не везде попадается, но мне встречалось, что буддизм является единственной опцией для представителей ЛГБТ, которым хочется чего-нибудь духовного. Ну, то есть единственной реальной религии. На этот счет я несколько сомневаюсь. С одной стороны, я как буддистка, конечно, буду только рада, если все ЛГБТ ломанутся в буддизм. Welcome! Но, насколько это реально? Во-первых, в буддистской среде таки можно столкнуться с гомофобией, разве что единственное, я никогда не сталкивалась с агрессивной гомофобией. То есть, ну, вы понимаете, с такими товарищами, которым вот только дай тему поговорить о геях, и они начнут. Таких мне не попадалось. Но, в целом, таких тихих гомофобов я довольно много видела. С другой стороны, конечно, важно рассмотреть вопрос, насколько это осуществимо с докторинальной точки зрения. Есть ли какие-то причины, почему буддизму проще в гей-френдли, чем в гомофобии? Да, наверное, всё-таки есть. И, на мой взгляд, для начала давайте просто говорим, что в данном видео я высказываюсь именно как буддистка. То есть, конечно, может быть, прошаренная буддистка, но, тем не менее. То есть, я буду говорить именно с точки зрения человека внутри. Мне кажется, что у нас, буддистов, нет конкретного консенсуса насчёт того, зачем вообще нужна сексуальность как таковая. То есть, что это за штука, как её использовать. Потому что, как я уже говорила в каких-то из предыдущих видео, в буддизме всё рассматривается с точки зрения конечной цели, достижения нирваны. То есть, любой твой поступок, любое твое внутреннее чувство и так далее, всё это рассматривается как инструмент, который может тебя приблизить к нирване или может тебя от неё отдалить. Сексуальность в этом плане тоже является таким инструментом. Наверное, все более-менее уже знают, что в Винае, в своде правил для монахов и монахинь, настоятельно рекомендуется целеват. И, наверное, много кто знает, что далеко не всегда целеват действительно соблюдается. И в некоторых традициях это даже считается мейнстримом. Тем не менее, то есть, прибегать к Винае в данном случае, на мой взгляд, абсолютно не имеет смысла, потому что там любая сексуальность рассматривается с точки зрения, как тебе соблюдать целебат, то есть, как тебе от неё отказаться. В то же самое время у Будды были светские ученики и, понятное дело, они обращались к нему с вопросами насчёт того, как им вести себя в той или иной ситуации. Так что Будда довольно много высказывался насчёт сексуальности. И вот интересно то, что применительно к именно гомосексуальности он в основном молчал. Кстати, вот что интересно, по-моему, это в каком-то вторичном источнике я видела, что транссексуальность Будды оценила скорее положительно. Но я не помню, кстати, где это было, так что даже не знаю, насколько это может служить источником. Если будет отклик на это видео, я поищу более подробно. Так вот, но мы о гомосексуальности. О гомосексуальности как раз Будда особо не говорил. Измолчания мало что можно, мало какие выводы можно сделать, но, по крайней мере, мы можем сказать, что Будда, по всей видимости, не считал это особо важным вопросом. Если у нас нет конкретных указаний со стороны Будды, что в таких случаях делать? Из чего мы вообще можем делать выводы о допустимости или недопустимости? На самом деле все буддисты без исключения принимают третью клятву, которая может считаться таким аналогом христианской непрелюбодействии. Но весь вопрос, что подозревается под этим непрелюбодействием? И здесь все очень интересно. Дело в том, что в буддизме брак считается штукой сугубо светской. Да, есть буддистский брак, можно заключить его в храме. В Японии, например, подавляющее большинство священников таки женится в буддистском храме. Но, тем не менее, для светских людей это примерно как освящение машины. То есть можешь освящать, можешь не освящать. Поэтому буддизму именно с точки зрения вот этой вот третьей клятвы как-то без разницы, где ты заключал этот брак и заключал ли ты его вообще. Опять же, в исторической перспективе мы видим, что буддизм абсолютно спокойно относился к многоженству, многомужеству, гаремчикам, как угодно. То есть указаний на то, сколько у тебя одновременно может быть партнеров, опять же, нет. И указаний на полпартнеров из этой клятвы, наверное, тоже вывести сложновато. Опять же, секс в буддизме, ну, по крайней мере, мне не попадалось, не считается штукой исключительно ради деторождения. Вообще, мне сейчас в голову пришел интересный вопрос. А можно ли в буддизме считать деторождение, именно вот само деторождение, благим поступком? Заботу о своих детях, да, однозначно. Вот деторождение, наверное, как нейтральный поступок. То есть можешь рожать, можешь не рожать. И таким образом у нас получается что? Что такое это самое непрелюбодействие? Как его в основном трактуют? Каким должен быть секс у верующего буддиста? Он должен быть добровольным, безопасным, сознательным, осознанным, то есть, скажем так, добросовестным. И он должен быть к обоюдному комфорту обеих сторон. Теоретически, конечно, это вовсе не означает, что это должен быть секс исключительно между мужчиной и женщиной. Да, то есть, конечно же, находились люди, находятся, которым почему-то непременно в своей общине нужно развести гомофобию. Но в таком случае им приходится искать обосной где-то за пределами доктрины. Не потому, что буддизм считает, что однополые отношения, гей-браки – это однозначно хорошо, а просто потому, что об этом ничего нет. И, как правило, да, этот обосной может быть заимствован откуда-то из каких-то других источников, из каких-то других религий. Ну, или философских течений. Это уж как посмотреть. Тем не менее, вот это дальше интересно. Я не думаю, что буддизм – это единственная религия, которой, возможно, позитивные отношения. Вот такая интересная штука, кстати, вспомнилась тут. Вы, наверное, помните, если вы смотрели ролик про буддизм и самоубийство, упоминалась такая личность, как Ваккали. Ваккали – это ученик Будды. И вот интересно, что этот Ваккали является своеобразной гей-иконой. Именно в Санхе. Почему? Потому что историю про Ваккали можно трактовать так, что он был геем. Что он был привлечен к Будде именно с сексуальной точки зрения. Да, действительно, упоминается, что он был привлечен к физическому телу Будды. И когда Будда навещает его больного, тяжело больного Ваккали, навещает и спрашивает о том, есть ли у тебя какие-то тревоги, сожаления. Ваккали говорит, что единственное мое сожаление, что когда я умру, я не смогу увидеть моего учителя, то есть вас. И Будда говорит, да прекрати Ваккали, если ты видишь меня, ты видишь Дхарму, ты видишь Дхарму, ты видишь меня. То есть не надо испытывать привязанности к моему физическому телу. И мы знаем, что Ваккали таки стал архатом. Из этого, из вот этого физического влечения Ваккали к Будде делают вывод, что возможно оно было сексуально. Так это или не так, то есть действительно ли эта история задумывалась с такой точки зрения или нет, мы не знаем. Но уже то, что это можно при желании так трактовать, на мой взгляд, довольно интересно. И такая трактовка, она в целом вполне в духе буддистской доктрины. Почему? Потому что если у нас есть представитель ЛГБТ, который влюбляется в буддиста, через это приходят Дхарми. И даже если эти двое не достигнут нирваны, не достигнут просветления, но при этом будут просто вести чуть более осознанную, чуть более правильную жизнь, то, по сути, с точки зрения буддизма так и надо было, все окей. Так вот, вопрос в том, может ли это работать исключительно в буддизме? Такой поиск, скажем, вот такая трактовка определенных моментов. Я думаю, нет. И нет, это так не работает. То есть мы знаем, что есть геи-сообщество христианской общения, мусульманской, вилдаистской, не говоря уже про индуизм. Люди находят какие-то моменты в доктрине, которые можно трактовать. То есть они находят в доктрине обосновать для этого. И на мой взгляд, это вполне себе может работать. Почему нет? Не только в буддизме. То, что буддизм в данный момент как-то более настроен на гей-френдли волну, можно, конечно, трактовать именно с точки зрения чего-то в доктрине буддизма, что позволяет это. Но вполне возможно, что это можно объяснить какими-то социальными процессами, какими угодно. И вовсе не факт, что в будущем другие религии не последуют по этому пути. В любом случае, ребята, любите друг друга, и хорошее отношение к человеку, мне кажется, не только в буддизме, но и в любой религии, это всегда бонус. Паван Пис.